Высока над землёй синева, это мирное небо над Родиной. Но простые и строгие, слышим слова, боевым награждается орден. Это значит, что где-то в ночной тишине злые пули надрывно свистят. И что в этой борьбе, как на всякой войне, жизнь и смерть снова рядом стоят. Это значит, что в этом суровом бою твой ровесник, земляк, твой сосед, Защищает любовь и надежду твою, наших окон приветливых свет. Охраняя всё то, чем мы так дорожим, он ведёт этот праведный бой, Наше счастье и труд, нашу мирную жизнь от беды заслоняя с собой. О потере всегда говорить тяжело и больно. Но когда из жизни уходят совсем молодые, то говорить тяжело и больно вдвойне. 30 лет назад, 10 июля 1985 года, при исполнении служебного воинского долга в Республике Афганистан, Погиб Марченко Александр Валентинович, выпускник 7-й гимназии. Сегодня в гимназии состоится открытие мемориальной доски памятного знака одного из героев афганской войны, Марченко Александра, который вновь и вновь выйдет напоминать нам о долге, О мужестве, героизме и любви к Родине. И отдавая дань памяти бывшему ученику гимназии, Почётный караул у мемориальной доски заступают учащиеся гимназии, Участники военно-спортивного клуба «Патриот». КОНЕЦ Учился, много читал, не отказывался от порученных дел ни дома, ни в школе. Он увлекался спортом, музыкой, играл в школьном оркестре, Неоднократно был призёром районных и краевых соревнований по боксу. После получения тестата зрелости, Александр поступил в Рязанское высшее воздушно-десантное училище. В 1979 году молодой лейтенант Александр Марченко по распределению был направлен на службы в Одесский округ, А в 1983 году его направили для выполнения интернационального долга в Афганистан. В июле 1984 года Саша Возмужавший, жизнерадостный, в звании старшего лейтенанта, приехал домой в отпуск. Обижал всех друзей детства, побывал в райкома комсомола и партии. Перед самым отъездом в аэропорт просто сказал «Мама, я ушёл». Мама его больше не увидела. 10 июля 1985 года вблизи кишлака Калаата Мухаммедхан провинции Кабул мятежники укрылись в одном из домов и вели обстрел позиции роты. С группой десантников Александр Марченко ворвался в дом. В рукопашной схватке лично вывел из строя нескольких мятежников, но сам был смертельно ранен. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 ноября 1985 года гвардии капитан Марченко Александр Валентинович за проявленное мужество и героизм при выполнении боевого задания награждён орденом Красного Знамени посмертно. «О подвигах стихи слагают, о славе песни создают, герои никогда не умирают, герои в нашей памяти живут». Слово предоставляется депутату Государственной Думы Михаилу Евгеньевичу Яшину. Уважаемые друзья, уважаемые руководители, уважаемые ребятишки, дорогие наши дети. «Сегодня знаковый очень день. Сегодня мы завершаем акцию, которая на 25-летие вывода войск из Афганистана правление Красноярской региональной организации Российского Союза ветеранов Афганистана, приняв решение, все школы, учебные заведения, среди специальные учебные заведения города Красноярска должны быть увековечены, и на них, на их стенах должны появиться увековечения погибших ребят в горячих точках, наших военнослужащих Советской и Российской армии. «Сегодня это завершающая акция. Конечно, нам бы хотелось, чтобы нам не пришлось больше заниматься этой работой, чтобы наши военнослужащие все возвращались красивыми, молодыми, здоровыми. Но, к сожалению, современная обстановка в мире, которая сейчас происходит, она не дает такого оптимизма. В мире продолжаются войны, в мире продолжают гибнуть солдаты, офицеры, в мире продолжают гибнуть и мирные жители. Война – это очень страшно. И, конечно же, в расцвете сил гвардии капитан Марченко, наш земляк, он учился в этой школе, школа называлась «15», сейчас гимназия «7». Он ходил в школу, он хотел жить, он хотел защищать армию, он хотел защищать Родину, служа в армии. И, конечно же, он выполнал честно свою боевую задачу. В 1985 году, за очень короткий период, с июля, августа и сентября, в наш Ленинский район прибыло три цинковых гроба грузом «200» черным тюльпаном. Это погиб гвардии капитан Марченко, это погиб, он служил командиром роты 317-го паршютного десантного полка 103-й гвардейской дивизии. Это погиб Олег Низговоров, он служил 56-й отдельной десантно-шурмовой бригады. И Николай Донской, он был старшиной разведроты 357-го паршютного десантного полка 103-й дивизии. И в тот период три цинковых гроба пришло в наш район. Конечно, это трагедия, конечно, это горе для родителей, для матерей, для всех близких, для одноклассников, для друзей. Но мы должны понимать, что эти жертвы не напрасны. Они честно исполняли свой воинский долг, они свои жизни отдали для того, чтобы наше государство было сильным, для того, чтобы дети могли учиться, не было терроризма. И когда нам говорили, что афганская война – это война, которая никому не нужна была, что эти напрасные жертвы, они никому не нужны были, это ложь. Это нам начали наши заклятые друзья с Запада говорить об этом, но это не так. Когда нас убедили, что надо уйти из Афганистана, после этого мы ушли, но война там не прекратилась. Значит, не мы являлись причиной той войны. Есть вопрос, а тогда зачем туда США вела свои войска? И они еще больше по времени находятся там, чем мы. Но война там тоже не прекратилась. А наоборот, мир стал еще у грани черты, которые нельзя переходить. Появление фундаменталистов, которые под видом защиты ислама на самом деле не хотят никакого ислама. Ни одна религия мира не учит убивать людей. Это люди придумывают для того, чтобы оправдывать свои зверства, свои убийства, прикрываясь зеленым знаменем ислама. Это ложь. Вот для того, чтобы то, что задачи мы решали в Афганистане, и нам не дали их завершить, решить эти задачи, сейчас мы увидели, что эта опасность расползлась по всему миру. И мир не стал безопаснее. И мы, наша акция, именно увековечивать имена ребят погибших в Афганистане, на Северном Кавказе, напоминаем людям, что мир надо беречь, его надо защищать. А война имеет свойства. Она не спрашивает, хотите ли вы воевать или не хотите. У вас будет только один ответ. Вы сможете защитить свою родину или не сможете? Сможете защитить своих близких или не сможете? Вот этот вопрос будет задан, не дай бог, конечно. Поэтому мы хотим напоминать об этом, что люди, берегите мир, будьте умнее, лучше учиться, жить вот при таком прекрасном чистом небе, чтобы не летали самолеты, не бомбили города, не погибали дети, старики беззащитные. Вот мы, ветераны, воевавшие в разных горячих точках, мы говорим, мы были на войне, мы знаем, это очень страшно. Люди, берегите мир. И чтобы у нас, это было сегодня, сегодняшний день был завершающий акция, и не дай бог нам еще принимать участие в таких мероприятиях по увековечению памяти. Извините. Вечная память героям, вечная слава живым. Спасибо. Орденов мужества. Юрий Николаевич Швыткин. Я являемся непосредственно участниками, очевидцами. Это открытие мемориальной доски в честь выпускника школы с 1 по 10 класс. Этот человек, это офицер настоящий, ходил в школу, ходил по коридору. Нужно отметить, что это достойный выпускник в вашей школе. И когда вы будете проходить мимо мемориальной доски, конечно же, сверяйте свои дела, поступки, с подвигом, кажется. Буквально сегодня, мой час назад, были также непосредственно очевидцами, когда проводился в колледже волейбольный турнир памяти Николая Идонского. Михаил Денчич уже отметил тоже героический погод погибшего в республике Афганистан. Буквально недавно, сравнительно недавно, мы открывали мемориальные доски героям СССР, погибшим в годы Великой Отечественной войны, которые стояли свою свободу и независимость, нашу свободу и независимость перед фашистской Германией. Мы буквально неделю назад презентовали книгу при поддержке губернатора Красноярского края и главы города Красноярска в памяти павших. Это посвященное воинам красноярцев, погибшим во время чеченских событий на Северном Кавказе. И та созвучность, поколений победы над фашистской Германией, наших ветеранов, участников Великой Отечественной войны. Ребят, афганцев, ребят, которые в Чеченске событиях участвовали. сейчас в Сирии, да и просто те, кто, находясь на своем посту, добросовестно выполняет свои обязанности. это обязывает всех нас, я бы сказал, не то, что придерживаться, а не только формировать, а поддерживать ту идеологию, ту национальную идею, которую буквально недавно публично открыто высказал верховный главнокомандующий нашей страны, президент Российской Федерации, Владимир Владимирович Путин. Эта идея, это чувство патриотизма, это чувство любви к Родине. Во все времена русское воинство показывало образцы мужества, доблести и славы. И это мужество, доблесть и слава проходит через все поколения. Она передается вам. Для того, чтобы наша страна, чтобы на нашу страну даже никто не посмел посягнуть. Чтобы величие нашей страны было закреплено в умах и сердцах всех жителей нашей Великой Родины. Это главное. Главное, чтобы мир над нашей Великой Страной всегда был. И было всегда голубое небо. Дорогие ребята, пользуясь случаем, еще раз обращаюсь к вам. Берегите то, что создали предки. Продолжайте традиции, хорошо учитесь, слушайте преподавателей, учителей, родителей. Цель ставьте перед собой позитивную жизнь и достигайте ее. Это тоже величие нашей страны. Оно, прежде всего, условлено главным нашим народом. Я вам желаю всем здоровья, благополучия, спасибо. СПЕНА СПОСТА, шагом, марш! Право открыть мемориальную доску памяти Марченко Александра Валентиновича предоставляется Лавринову Сергею Дмитриевичу, начальника отдела военного комиссариата Красноярского края по Кировскому и Ленинскому районам города Красноярска и Нестерову Сергею Алексеевичу, заместителю председателя Российского союза ветеранов Афганистана. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Пусть память будет крепче, чем гранит И в сердце кровь стучать не перестанет Пока есть Русь, она в душе хранит погибших на войне в Афганистане Горечью и болью наполняются наши сердца Нам не вернуть погибших, не повернуть время вспять Нам остается одно – хранить память Прошу минуты молчания почтить память Марченко Александра Валентиновича И всех погибших в этой страшной войне Минута молчания Помяни нас, Россия, хикарскую служа И тем, как сойдешься за молодежью стол Смой тем, кто присяги тебе не нарушит Кто берег тебя вечно и в вечность ушел Помяни нас засыпанных пеплом и ты Пулеметами врезанных скальную грязь Забежи нас в историю горестную И рукцом материнское сердце Браво возложить цветы к мемориальной доске памяти Марченко Александра Валентиновича Предоставляется учащимся в гимназии и гостям Благаю возложить цветы Помяни нас, Россия, без урых и устарших Огуревших от сноя, без сна, без воды Отмеряющих жизнь, от привала к привалу От звезды до звезды, от беды до беды Помяни нас, Россия, без вечной печали С моторусую косу свою расплетят Мы оставшимся помнить и жить завещали Города, как прожили мы для тебя Помяни нас, Россия 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 Помяни нас, Россия! Помяни нас, Россия! Помяни нас, Россия!